Доброе утро, мы тут на прогулке. Почки набухают, вон, вон, почки есть, фокус возьмет, нет, не берет, да, вот, все равно вот через неделю опять погода, так себе, почки уже есть, у нас вот поляна, тут цветочки были, теперь лук, чтобы вернул. Короче, это берлог, перевод еще посмотрели, переводчики, вон, дикий чеснок, в поляне, смотрите, сколько, вот это все-все зеленое, вот это вот все, это дикий чеснок, даже у нас возле дома есть, здесь прямо много его ходят, собирают, вот, у нас даже возле дома чуть-чуть есть, раньше больше его, потом перековыряли там все, сейчас почему-то меньше растет, но есть, начинаешь его кушать, такой у тебя, как салат, запах такой, вкус такой чеснока, потом у тебя на языке, интересно. Дикий чеснок, ну вот, что мы этот, здесь я на работу поеду, перед работой прогуляться чуть-чуть, потом мы как-то поспал туда-сюда, и пролетаем, ничего не успеваешь, но кино потихоньку монтирует, взял сразу, одно уже залито, ждет своего часа, и сейчас еще одно, я вам следующее, я не знаю, на днях смотрел, у меня там файлов, ну блин, я не знаю, еще на раз, видео 10-11 получится примерно с 22 года, где я ездил на мото, что-то записывал, так что еще пару месяцев пройдет, пока они все выйдут, но я обязательно объявлю, покажу. Солнышко такое вот обманчивое, вроде с нами тучки, там солнышко, на следующей неделе опять будет пару градусов по прохладнее. Ну а на Пасху наши каникулы, весенние каникулы, то есть первые две недели апреля обещают нормальную погоду, и потом уже к тому времени приведем Кавасаки в порядок, и обязательно выйдем, запишем что-нибудь интересное, полезное. Камеру уже приготовлю потихоньку. Гоупрошку еще пока не приготовил, но надо будет за это взяться, надо будет за это взяться, и если честно, была мысль съесть, надо посмотреть, примериться какой-то новый шлем, что ли, взять уже и к этому новому шлему уже прям как раз таки, потом и будем крепить Кава Про и так далее и тому подобное, что на Гоупрошке буду писать звук на камеру в упор, сразу будет все в одно идти, в один файл, звуковая дорожка, видеодорожка, там маленький нюанс от петлички, километр провода. Я вот думаю еще как это все сделать, то есть покупать петличку какую-то другую, где меньше провода или остается при этой, но потом как-то мне вот это вот все прятаться с этим проводом, убирать. Не знаю еще, пока будем думать, будем думать, будем смотреть. Да, вот такой вот спокойный биточек нашел вчера, музон. Специально долго не включаю, потому что вдруг завтраку придет, хотя его пробую оставить в шорт, вроде пока ничего такого страшного не пришло. Но все равно надо быть с этим аккуратнее. Сейчас 14 плюс, такая обманчивая погода, это же просто ужас. Ну то есть желание прокатиться на мото сейчас уже как бы, ну, температура растет, желание тоже есть, но возвращаешься через семь-восемь часов домой после работы, ну погода та еще себе штука. то есть опасность есть в том, что если я буду возвращаться домой уже ночью после работы, то есть у меня вторая смена, и пойдет какой-то там дождь, ну неохота. Если я точно уже буду знать, там на 100% что дождя не будет, тогда я конечно же поеду на работу и на мото, но пока я не уверен в этом и рисковать не буду. Заряд есть, попробуем добраться до работы без бензина. Ну, у меня сейчас 23 километра показывает, электричество есть, батарея заряжена, на которой я могу проехать 23 километра. Ну, это больше чем полпути до работы, которую я проеду в принципе без бензина. Вот так вот. Посмотрим. Поедем. Так цветочки цветут, весной может пахнет. Да, и спасибо всем тем, кто хотел сказать, кто задавали вопросы. Борода это такая штука, как бы это же все временно, в зимний период, то есть сейчас вот. Придет осень, будет опять борода, все будет нормально. Сейчас пока на летние такие вот деньки, там отпуск, вот это вот все, жара у нас вот это вот очень такая духота, и оно все вот это вот потеет, как бы. Ну, не очень приятно, и тем более в шлеме ездить полностью. Запакованы мне тоже мало приятно. Пробовал пару раз, приезжаешь куда-нибудь потом на тусовку, у тебя все торчит, как попало. Потому что планирую некоторые вещи. Некоторые вещи будем делать в этом году просто спонтанно, с бухты-барахты, как говорят. Теперь у нас есть еще и гоупрох, уже больше опыта с ней набрался. То есть она нам в помощь в записывании вот этого контента, путешествия. Его будет в этом году еще больше, надеюсь, теперь стало чуть-чуть проще передвигаться. Маски, вот эта вот вся тема, вот этот вот масочный режим, вот это вот все в сторону отодвинули. Чуть-чуть уже можно больше вздохнуть. И сейчас вот, через буквально полторы недели придут у нас весенние каникулы, и мы начнем уже первые какие-то выезды. Ну, как бы, там, выезды, которые будут делать с мото, они будут, конечно же, записаны и показаны вам чуть-чуть попозже, сами понимаете. Ну, не успеваю все сразу. Но если вот там какое-то путешествие, вот с семьей мы выехали, там, да, записал, то, в принципе, максимум неделька, и вы это увидите на канале, контент будет. И так оно и происходит. То есть я вижу, когда у меня рубрика специальный гость, потому что это все проходит как бы live, live stream, то есть прямая трансляция, я вижу, кто находится в чате, и людям интересно это, и мне реально уже самому, ну, интересно все это, и нравится, то есть я хочу продолжать эту рубрику, соответственно, дальше. вот так что, если у кого-то есть интерес, у кого-то есть возможность, у кого-то есть какой-то, я не знаю, рассказать, кто хочет о себе что-то рассказать, познакомиться с новыми людьми, каких-то, не знаю там, с новыми подписчиками познакомиться рассказать о себе у кого-то если у кого-то есть что-то себе рассказать если он играет на стримах это не значит что мы от этого человека знаем какую-то личную информацию потому что он в основном играет просто вот играет по игре общается и все но если он хочет рассказать что-то о себе прям реально из личной жизни какие-то вещи случаи интересные или планы его на будущее то добро пожаловать рубрика специальный гость пишите мне в личку мы найдем время общее состыкуемся с ну и поговорим в прямом эфире живое общение чат и так далее и тому подобное всем добро пожаловать я на работу работать вам всем отличного дня хорошего настроения продолжение следует видимся с вами ежедневно скорых встреч а